Тверь первый в стране город, который решился на этот непростой шаг. Реорганизацию транспортной системы. Таким образом, в феврале этого года на улицах появились узнаваемые синие вместительные автобусы с эмблемой «Транспорт Верхней Волжья», заменив разом троллейбусы и маршрутки. Теперь опыт Тверской области будут перенимать и другие регионы. Советник президента России Игорь Левитин и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили Верхневолжское АТП и подвели первые итоги работы новой транспортной модели. В свой первый рейс автобусы транспорта Верхневолжья вышли утром 3 февраля. С тех пор синие Лиадзе совершили более 23 миллионов поездок, а это более 500 миллионов рублей денежного оборота. Новая транспортная модель Твери, которая будет полностью соответствовать современным городским реалиям, была разработана и внедрена в довольно короткие сроки. На смену маршруткам и троллейбусам пришли синие вместительные, а главное умные автобусы. Эти технологии нам помогают четко выставить регламент. Каждая конечная остановка, обработка автобуса водителем, все это под видеонаблюдение. Даже уже сейчас можно говорить о первых итогах работы новой системы перевоза. Губернатор Тверской области Игорь Руденя, советник президента России Игорь Левитин оценили работу Верхневолжского автотранспортного предприятия, что называется изнутри. А это особая функциональная система. Здесь есть гаражи, диспетчерская, автомастерская, класс для обучения водителей и даже автомойка. Один автобус моют примерно за 5-10 минут. Ко всему прочему, регулярно дезинфицируется салон. Транспорт Верхневолжья – это также и рабочие места. На сегодняшний день здесь трудятся 904 водителя. Из них 41 женщина. Водитель Татьяна – одна из первых, кто отправился в рейс под эмблемой транспорта Верхневолжья. По ее признанию, на новых автобусах не только комфортно ездить, но и управлять ими. Тем более, они работают на автоматической коробке передач. Здесь у нас печи, освещение. Важно то, что есть наклоны кузова, подъемы кузова. Это очень удобно, кстати. Здесь у нас все оборудование. Это информационная система, кассы, валидаторы. Где в данный момент находится автобус, сколько времени он в пути, какой пассажиропоток за минувшие сутки, все это мониторит компания-оператор. Сюда стекается абсолютно вся информация. Это выручка за день, как расплачивался пассажир наличными или же по безналу. Операторы даже знают, сколько зайцев за сутки перевезли синие автобусы и по какой причине сам автобус может опоздать. 97% вы будете четко по расписанию. То есть 3,5% это опоздали? А мы каждый знаем по причине какой. Да, конечно. Там отмечается либо в небо, как на линии. Мало что-то случилось. Автобусы и транспорт Верхневолжи оформлены в едином стиле. Напомним, какого цвета должен быть городской транспорт, выбирали путем голосования сами жители. Машина приспособлена перевозить в том числе и маломобильных пассажиров. Всего в Твери и Калининском районе работают 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов. Игорь Левитин подчеркнул, что руководством региона была проделана колоссальная работа. То, что мы увидели, конечно, нам не с чем сравнивать сегодня в России. Потому что вот такого нет. Чего нет? Нет системы, доступной для людей. Это которые даже еще не выехали из дома, не вышли, но уже понимают, когда подойдет общественный транспорт. То, чего раньше не было. Второе. 96% оплаченных билетов. Еще полезным дополнением для горожан стало приложение «Волга», которое позволяет отслеживать прибытие автобуса. Интервалы движения в центре города в среднем составляют 2-4 минуты. Все эти нововведения работают в составе одного большого механизма. Однако останавливаться на достигнутом пока рано, отметил губернатор. Это всего лишь был первый этап. Теперь на очереди возвращение трамвая. Сегодня в процессе износа, в процессе изменения жизни, уклада жизни, агломерации, общественный транспорт принимает особое значение. И я уверен, что наш опыт поможет и другим регионам воспользоваться нормативной правовой базой. Для нас мы видим в числе задач основных. Это реализация Тверского трамвая, это аналог легкого метро. Это перенос нашей работы во все крупные муниципалитеты Тверской области. Опыт Твери в выполнении поручения президента по улучшению доступности и эффективности общественного транспорта начнут перенимать и другие регионы. Слава Бурятии также высоко оценил работу транспорта Верхневолжья. Возможно, уже скоро в столицу приедут стажироваться специалисты транспортной отрасли из соседних областей.